Рядом со мной Максим Завидия. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Максим, с какими песнями сегодня выступали? Ну, сегодня мы, конечно, с Ромой, не важно, с Ромкой, мы должны были спеть нашу песню «Удаляя», нашу сольную. Вот, у нас такая передача эстафеты получается. Либо я выступаю после меня, Рома, либо Рома выступает я после него, и у нас всегда есть связующая вот эта песня «Удаляя», поэтому она обязательно была сегодня. Также была премьера песни «Майами», которую мы еще не выпустили, потому что это такой небольшой сюрприз. «Среди полутонов» сольная версия, и в конце «Забери меня». Максим, как давно вы в «Лейтле»? Ну, мы сотрудничаем, работаем вместе с «Тренд Мюзик» уже с 18-го года, с конца 18-го года. Получается, 3-4, 4-й пошел. Ну, достаточно уже много и подотворно. Держимся, рвемся вперед. Как вы познакомились с ребятами, с продюсерами? С Денисом и с Алексеем? Это был 18-й год, мы познакомились на одном мероприятии, это была какая-то фэшн-премия, нас познакомили друзья, коллеги, и потом я помню, как осенью 18-го года я решил принять участие в проекте, в конкурсе, который организовали как раз Алексей и Денис, и они были в жюри. Я выступил, там прошел финал, в общем, оттуда все и завязалось. Мы начали общаться, потом начали сотрудничать, и вот оттуда все пошло. Какие основные трудности есть в профессии, и как вы их преодолеваете? Трудности зависят от времени, от года и от обстоятельств. Ну, конечно же, на тот 20-й год был сложноватый для шоу-бизнеса, вообще для сферы культуры. Сейчас 22-й, мы думали, что будет намного лучше, но, конечно, со своими моментами. Ну, всегда нужно быть, в общем, всегда нужно быть, скажем так, на виду, на плаву, в хорошем настроении, выпускать много материала, делать хорошую промо-компанию, общаться, это тоже очень важно, да? То есть, ты приходишь куда-то, должен быть общительным. Ну, и, наверное, для артиста, для певца, для ведущего, ну, там, не знаю еще кто, в нашей большой, скажем так, сфере, кого-то так сейчас прям выделить, должны иметь огонь в глазах. Вот, если есть огонь, то это очень хорошо приветствуется. А если нет огня, то вот над этим надо поработать. Что лично у вас поменялось этой весной? Не знаю, что не наступило. Ну, календарно, календарно уже наступило. Нет весны. Нет весны. А-а-а, что поменялось этой весной, упал депрессию. В общем, когда что-то затяжная зима, такого не должно быть. А-приори, нигде, ни в каких летописер. Ни кто не говорил, что Евро. Эти, ну, можем сказать так, в апреле мы уже успели выпустить один релиз. Это Extended Version, то есть полная, полноценная версия песни Ready с Евровидения. В этом году, в начале, вот в январе мы ездили в Молдову ко мне, и я выступал на отборе Евровидения. Вот, и мы переиздали песню, потому что мы хотели ее сделать полноценной, чтобы слушатель еще дольше-дольше наслаждался песней. В общем, буквально сейчас у нас выходит новая песня, называется I Need You Now на английском языке от шведских авторов. Это Илва Петерсон и Линда Петерсон, очень такие знаменитые во всей Европе авторы песен для Евровидения. Вот, и мы решили с ними дать новое звучание, новую жизнь песне I Need You Now. Поэтому она у нас скоро выйдет, и она мне очень нравится, она очень красивая, баллада. Вот, также мы готовим муд-видео, хотим снять на песню My Ami, выпустить, и, конечно, там еще у нас есть несколько релизов, которые мы планируем летом. Вот, так что, как бы, вот, ну, планы, планы, планы. Вот, как бы, такая песня. Все, супер, Максим. Последнее, самое финальное и главное. У нас канал для начинающих артистов, певцов, музыкантов, дизайнеров. Дизайнеров, какие у вас есть им напутственные советы, как им прийти в профессию мечты. Забудьте про социальные сети, которые мы и вы пользовались. Ну, самое главное, что, если вы ставите свою профессию, творческую, все же приоритет, вот, то вы должны понимать, что вы очень много времени и сил должны уделять этой профессии. Путь-то дизайн, фэшн, музыка, ведение, написание песен, организация. Поэтому вы должны полностью погружаться. Она забирает очень много сил, очень много времени, правда? Вы должны быть максимально коммуникабельным, максимально собранным. Что не всегда бывает, особенно с собранностью, я про себя. То есть, у меня такое бывает, что вот нужно что-то сделать, да, а я там залип в социальных сетях, да. Вот я зашел, там мне либо переписки, либо в WhatsApp, что-то нужно ответить, и посмотришь, пробежал час. Вот, кстати, над этим нужно следить, потому что можно так, да, и весь день, либо полдня так, хоп, и проморгать. Поэтому очень важно быть сконцентрированным и делать какой-то себе план. Иметь небольшую команду, либо друзья, то есть окружение должно быть такое на вашем же, на вашем, скажем... На вашей волне. На вашей волне, да, чтобы вас поддерживали, что вам давали советы. И чтобы, может быть, ваши коллеги, либо те, с кем вы сотрудничаете, тоже были на одной волне с вами. Вот, если там на этом у вас рок, то вы должны, грубо говоря, с рокерами общаться, конечно, там, а не с оперниками. Ну, для того, чтобы был обмен нужной информацией, нужной энергией. Вот, если вы начинающий, то готовьтесь и будьте готовы идти, выступать, работать также для имиджа. То есть, для начала, помню, сколько я тоже ходил и бесплатно пел, не работал, а именно пел, для того, чтобы набить опыт, набрать его. Вот, а теперь уже все. Теперь очень дорого. Все, супер. Максим, вам развитие, побольше песен, востребованности, популярности, хорошей погоды и отличного настроения. Погода у нас в душе. Спасибо, вот, правильно. Я, кстати, сегодня говорил о том, что хочу всем пожелать, чтобы наступила весна и лето поскорее на улице и в ваших сердцах. Все, супер, спасибо. Пока. Спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok